Друзья, сегодня в этом видео расскажу, как перемотать импульсный трансформатор. Какие есть нюансы, все это буду объяснять, показывать. Иногда необходимо перемотать трансформатор. Если, допустим, вы вытягиваете из блока питания, допустим, не 14 вольт, а, допустим, вам надо, как в моем случае, 28-29 вольт, чтобы заряжать аккумулятор 24 вольтовый, допустим, на грузовике. Вот, значит, трансформатор вот я выпаял, я его уже перематывал, до этого. Видно, что каркас уже частично сломан здесь, вот здесь. Чтобы аккуратно сердечник сам разобрать, здесь он уже, как бы, я его разобрал, но когда в заводском варианте, он заклеен вот эти вот все места клеем, типа эпоксидной смолы или что-то в этом роде, очень крепко держит. Чтобы это все разобрать, надо его вываривать в воде, то есть снаружи пленка такая вот идет, вот она, то есть она покрывает так вот сердечник. Эту пленку надо снять, набрать какую-то емкость воды, ну, опустить туда трансформатор и нагревать, ну как, то есть нагреть воду до кипения, поставить на слабый огонь и чтобы он, как бы, немного подкипал. Не прям, чтобы он там, прям, булькал, а как бы был в горячей воде и немного, как бы, вода подкипала. Варятся все они по-разному, то есть по времени я имею ввиду, что могут 15, 20, 30 минут бывает, бывает за 5 минут сразу вам это, как бы, разваливается, ну как разваливается, расклеивается, скажем так. Я пробовал греть раньше феном, но высокие температуры для сердечника не очень хорошо, как бы нагрев до 100, там, сколько температура кипения, 100 градусов, до 100 градусов нагрев, как бы, тоже не особо хорошо, но это более сидящий, скажем так, режим, чем, допустим, чем, допустим, феном греть. Во-первых, он не расклеится, даже если феном начнете греть, вы просто его сломаете, это я уже проходил, ломается либо эта часть, либо эта часть, либо пока здесь ее разбираете, эта часть пополам обычно проклеивается и здесь, и здесь, и здесь, то есть пока эту отклеиваете, она здесь держит, отломали, то есть уже отломали, уже, как бы, сердечник такой использовать нежелательно, даже если вы склеите, вот. После того, как его разобрали, то есть когда он проварится, он сам, вот эта вот часть, она должна легко отойти, то есть, ну, там бывает, что немножечко там канцелярским ножом где-то подеть, но, но не без всяких усилий, то есть чуть-чуть какое-то усилие, все, щелк ломается. Обязательно надо ложить в холодную воду и нагревать постепенно, а не так, чтобы, допустим, горячий кипяток и бросили трансформатор, то есть сердечник сразу может лопнуть от перепада температур. После того, как разобрали, необходимо смотать вторичные обмотки все, то есть здесь у меня уже только одна вторичная обмотка, в моем варианте, вот она выходит, они здесь были там 12 вольт, 5 вольт, 3 вольта, так как в компьютерном блоке питания используется несколько напряжений, то есть эти все обмотки надо убрать, нам нужна только одна будет обмотка во вторичной цепи, первичная обмотка остается той же. Чтобы добраться до вторичной обмотки, сначала нужно размотать часть первичной обмотки, так как первичная обмотка мотается двумя частями. Первичная обмотка изначально мотается на каркас, первая часть, потом мотается вторичная обмотка и завершающий заканчивает первичная обмотка второй частью. Обычно первичная обмотка в среднем имеет в общем 38-40 витков. Ну, когда вы будете разматывать вторую часть первичной обмотки, соответственно надо запомнить в какую сторону была она намотана, то есть я вот сейчас ее буду разматывать, то есть я вот сейчас отсюда отпаяю и пойду разматывать. И количество витков обязательно нужно считать, сколько витков. Даже когда вы намотаете вторичку, у вас может оказаться так, что вы уже витки намотали, количество, а у вас еще остается там на один виток можно. Его лучше отрезать, не нужно продолжать, то есть если вы насчитали 18 витков, допустим здесь было, все, значит 18 витков и должно быть. Мотается виток к витку, полностью заполняя, ну в данном случае здесь окно такое, что полностью заполнено это окно. Вот, сейчас я значит это размотаю и покажу как мотается вторичная обмотка. Вот и отмотал, в моем варианте получилось 19 витков. То есть потом я эту же проволоку, этот же провод, обратно также намотаю. То есть обязательно надо помнить в каком направлении все это наматывалось, делаю. то есть вот отвод от середины и как правило вообще первичная обмотка мотается в одну сторону. То есть сначала первый слой первички намотался, ушел на середину. Потом от этой середины продолжает дальше мотать, когда вторичка уже намотана, от этой середины продолжается дальше. То есть если первичка моталась снизу вверх, дошла до верха, заполнила окно, 19 витков первой части намоталась, уходит значит сверху, то есть она вот так по часовой моталась, 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 заполнила окно. Здесь она закончилась, 19 виток, все вниз припаялась. Мы запомнили, что сюда вот она припаялась. Потом мы намотали вторичку, сколько вам там нужно. И вторую часть первичной обмотки вы от средней точки этой опять вверх поднимаете и мотаете дальше по часовой, только уже вниз заполняя окно. То есть если первую часть мы мотали вверх, здесь уже заполняем ее вниз. Вниз заполняем и припаиваем ее к этому краю. В итоге получилось, что там 19, тут 19, 38 витков мы получили. Обычно примерно так и выходит, 38-40 витков первичная обмотка. Так, значит эту часть мы сейчас отпаяем, уберем. Вот, здесь значит припаян еще экран. По идее рекомендуют припаивать экран, чтобы не было никаких помех, шумов. Сейчас мы его тоже, ну отпаивать наверное не будем, просто в сторону его. Отведу в сторону. Экран припаивается к началу первичной обмотки. То есть здесь тоже видно вот отсюда, что там, когда первичная обмотка была намотана, там тоже стоит экран. Здесь значит намотана двойным проводом, я считаю, раз, два, три, четыре, пять витков. Как я говорил, пять витков. Пять витков, то есть пять витков с одной стороны, так как это двухполупериодная схема с отводом от середины. Пять витков первая часть намотана, пять витков вторая часть. Общие 10 витков. Так, значит, сейчас я размотаю это все. Нужно будет добавить десять, так получается пять, десять и десять в два раза больше получается витков сделать. И должно, в принципе, выйти то, что необходимо. Вот так получается. Вторичку я снял, дальше если разматывать будет уже первая часть первичной обмотки. Там экран сначала будет, потом первичная обмотка, первая часть. Сейчас, значит, вторичную обмотку наматываю также снизу вверх, заполняя окно как раз на десять витков. Скорее всего заполнится все окно. Выводится середина и продолжается опять в том же направлении сверху, только уже сверху вниз. Либо от второй ножки, только уже против часовой стрелки наматывается опять и выводится на середину. То есть, понятно объясню. Первая ножка мотается по часовой стрелке, отводится середина. Вторая ножка мотается против часовой стрелки и выводится на середину. Либо по первой ножке мы мотаем по часовой стрелке десять витков. вверх отвели здесь скрутили обратно возвращаем и мотаем от середины по часовой также стрелки но вниз то есть 10 витков до середины от середины 10 витков также вниз получается 20 витков все припаиваем моем случае это вот эти две ножки на каждом блоке питания бывает разным по разному но обычно вот эти две ножки они 12 вольт на плате на плате блока питания бывает что вот эти но редко конечно там зависит от того кто производитель блока питания все сейчас я ищу значит провод и начинаю наматывать итак тебя намотал получается вторичную обмотку вот они эти два конца то есть первый я мотал по часовой стрелке вот он вышел это первый 10 витков положил слой изоляции но в качестве слой изоляции необходимо использовать термоскотч продается на алиэкспрессии у меня под рукой нету термоскотча я просто скотч использовал принципе подматывал так много трансформаторов принципе вроде неплохо ну если конечно будет хорошо греться конечно поплавится ну как правило я не нагружаю прям так трансформатор чтобы он там перегрев уходил вот он один конец второй конец я отсюда же начал только уже в обратную сторону то есть видно вот он первый ушел по часовой этот пошел против часовой также вверх заполнение окна как раз окно заполнилось 10 витков вот он вышел потом эти два конца соединяться вместе это будет минус общий вот сейчас уже вот слой изоляции положил теперь слой экрана экранирующий свой раз изолирую и пойду мотать значит первичную обмотку вторая часть первичной обмотки так как я его размотал ее сначала надо выровнять любой провод перед умоткой надо разровнять то есть один край цепляете в тиски натягивайте и чем-то округлым типа отвертки такими движениями вводите туда-сюда чтобы он разровнялся провод чтобы он был ровный без всяких там изгибов изломов чем ровнее провод тем ровнее он здесь ляжет чем ровнее он ляжет тем лучше будут параметры во первых лучше параметры во вторых и вам удобнее будет это все укладывать виток витку чтоб все это красиво было так ну вот законченный результат получился здесь вот по краям чуть-чуть молекулярного клея добавил чтобы сердечник не болтался принципе сердечник вот здесь вот на зазорах тоже молекулярный клей посадил хотя рекомендуется сажать на более жидкий какой-нибудь клей чтобы зазор был меньше ну разбирать его потом проблематичнее поэтому я решил попробовать на молекулярный клей в принципе уже пробовал клеил вроде бы все держит сейчас еще вокруг проклею скотчем стянул так сказать и все такой получился трансформатор так он перематывается для многих может быть это сложно поэтому следующем видео я буду объяснять как можно сделать зарядное устройство практически любому человеку который вообще не разбирается в электрических схемах это будет уже следующем видео